Ого! Слухай, а тебе иначе 20? Путина как лягушку сварят на медленном огне. Они выбрали тактику варенья лягушки на медленном огне. Безумный скандал, Россия похитила индейцев, чтобы отправить их на войну. И шутка года от Путина. Вы предпочитаете больше всего аборта или по медалью? Смотря что закусывали. Это горячие новости, все самое важное в одном дайджесте. Поставьте лайк этому выпуску, мы создаем этот проект благодаря вашей поддержке. Страшное заявление Скобеева и компании. Они в панике размышляют, что сделают войска НАТО, если придут в Украину. Что это будет за контингент? Что такое небоевые задачи? НАТО и небоевые задачи? НАТОвский повар приедет на Украину? Очевидно, все это бред. Конечно, это бред, Оля. За те 16 лет, что ты уже работаешь на телевидении, из твоего рта не прозвучало ничего другого. Ну, если действительно спецконтингент какой-то будет Макроном послан на Украину в виде поваров, наверное, будет французская кухня у наших ВСУшников, и там будет, наверное, лягушки присутствовать, как положено во всей французской кухне. И вот вам суперзаявление года. Украина и НАТО сварят Путина и террористическую Россию как лягушку. Они избрали тактику варения лягушки на медленном огне. Известная история, что если сразу кипяток, лягушка выпрыгнет, а вот если потихонечку, по чуть-чуть, по чуть-чуть добавлять, то лягушка и сварится. По чуть-чуть добавлять против России и незаметненько, незаметненько вовлекаться, давать Украине все больше, больше, больше и больше. Да все вы правильно услышали. Эксперт на федеральном телевидении сравнил Россию с лягушкой, которую на медленном огне готовит Запад. Хотя сравнение так себе, потому что лягушачьи лапки – это деликатес. А из Российской Федерации в ее нынешнем виде можно будет приготовить разве что тюремную баланду. Медведев подписал себе приговор. Ему нужно быть очень осторожным, когда из дома выходит. Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину. Территории по обоим берегам Днепра неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ. Поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по-живому, они обречены. Наше геостратегическое пространство неразделимо еще со времен древнерусского государства и движения торговых караванов из варяг в греки. Я даже не знаю, что в этом стендапе меня насмешило больше. То, что бывший президент России угрожает Западу, читая текст с американского планшета. То, что он в упор не понимает, что геостратегическое пространство строит торговые пути, которые у Москвы и Киева исторически разные, у нас Днепр, а у них Волга. Или то, что этот полулитровый интеллектуал, точно зная, что Россия – это империя, захватывающая народы, старается всем рассказывать, что мы с ними один народ. Россия нам следует твердо и навсегда запомнить одну истину – мы всегда были разными и навсегда останемся. Вот такой истории вы ну точно никогда не слышали. Граждане Индии записывают видеообращения по поводу того, что их заставляют воевать против Украины. Вот как по их словам все было. Они приехали праздновать Новый год в РФ, им предложили еще посетить Беларусь. Те с радостью согласились, но в Беларуси их задержали и передали российским пограничникам. Те, недолго думая, дали гражданам Индии контракты и заставили их подписать, угрожая тюрьмой на 10 лет. Вот так и получилось, что граждане другой страны приехали как туристы и оказались на войне против другой страны, еще и на стороне захватчика. В нормальной стране такое было бы даже вообразить сложно, но это Россия. Надеемся, что такое отношение гражданам других стран будет иметь последствия для россиян, а для Индии, которая любит помогать россиянам, это станет хорошим уроком. Тем временем в Центрально-Африканской Республике набирает популярность мерч ЧВК Вагнер. Вообще, Центрально-Африканская Республика – это страна с огромными запасами природных ресурсов, в частности алмазов, и так получилось, что все вокруг хотят их захватить. При этом многие местные не особо разбираются в глобальной политике, если не понимают, что россияне пришли туда именно для того, чтобы забрать себе все, что у них есть. Так ЧВК Вагнер туда пригласил президент Центрально-Африканской Республики, чтобы они боролись с разными повстанческими группами. Но те понемногу накапливают власть в своих руках. Параллельно занимаясь тем, что они делали в Украине, убивают, насилуют и грабят. При этом местные жители с радостью надевают на себя символы этой группировки. Один из Путиных побывал в Ставропольском крае, где встретился с какими-то людьми, которые выдают себя за местных жителей. Он даже полез с ними целоваться. Ну то есть да, тот же человек, который общался с президентом другой страны через длиннющий стол, потому что боялся заразиться, лезет целоваться с какими-то холопами. Верим? Я поверил. Ну а если серьезно, то Ставропольский край это более-менее обеспеченный регион. А на России всего два варианта. Если регион беден, то местные рады видеть кого угодно из власти, чтобы на них обратили хоть какое-то внимание. А если регион богат, там есть бюджетники, которых можно просто согнать на нужный ивент. Вот вам и весь секрет всенародной любви к Путину, которую его окружение пытается продать. Кроме этого, в Ставрополе Путин также побывал и на плантации, где уже второй раз за месяц выдал одну и ту же шутку. Вы предпочитаете больше всего огурцы или помидоры? Смотря, что закусывают. Что вы больше любите? Селедку под шубой или оливье? Смотря, что закусывают. А знаете, похоже, у них с Медведевым есть что-то общее. Еще на плантации Путин смотрел на робота, собирающего помидоры. Конечно, ему рассказывали, что у него нет аналогов. Но с такой скоростью, возможно, этот робот за год насобирает один ящик. А на Геббельс ТВ продолжают крутить социальные ролики о важности выборов. Но очень уж им хочется собрать хоть немного больше 50%. А проголосовать заехал? Нет, не успел. Солнышко, да какая разница? Без нас не выберут, что ли? Ты хочешь нашего ребенка без материнского капитала оставить? А нас? Без семейной ипотеки? А деньги на свой бизнес ты где собрался брать? Без льготного кредита обойдешься, а? Выбери Путина, чтобы взять кредит и ипотеку. Вот вам вся политическая грамотность среднестатистического россиянина. Тем временем в Москве произошла потасовка между строителями и охранниками в жилищном квартале. Строители в синих куртках, а охранники в черных. В ход шли даже палки. Ну, собственно, новости здесь никакой нет. На России подобное происходит регулярно на фоне межнациональных, религиозных или просто алкогольных конфликтов. Но наблюдать за этим довольно забавно. Кстати, победили, скорее всего, строители, если кому-то было интересно. Вы соскучились по суровой российской моде? Мы да. Потому что она всегда вызывает смех своей убогостью. Вот вам новый писк моды на России, китель Сталина. Его рекламирует пропагандист Костылев, еще недавно продававший россиянам модные ватники за 60 тысяч рублей. Кстати, рекламу он снял на руинах украинского города, чтобы настоящие зет-патриоты почувствовали величие и могущество. Реально цирк какой-то. Вот вам наглядная демонстрация того, что пока весь мир двигается вперед, русские идут назад. На сегодня у нас все. Спасибо, что смотрите Горячие Новости. Поставьте лайк, это очень важно для нас. И поддерживайте ВСУ. Война продолжается. Редактор субтитров А.Семкин